Я думаю, что вы в курсе, что я уже с вами. Я знаю, что у нас будет с тобой разговор после эфира. О, с удовольствием. Много вопросов по поводу нашего сценария сегодняшнего, но мы реально очень сильно зависели от того, когда они смогут подключиться, и когда они нам дали знать, что всё могут. Мы подключились. А зачем мало кто может похвастать, что у них не разогревается до общей дуб? Я всегда рада этим интересам. Елена, ты рука, в детали технике. Везла на аудио, дак и порнит эко-конселэйшн на тине. Я проверяла, выключала. Не, включи. Эко-конселэйшн порнит, но и с упрэшн. Да, да, да. Окей, очень хорошо. Что ты думаешь, что ты чувствуешь? Как ты чувствуешь, Елена? Ты склепитаря. Ты, как сказать? Я, динамер, динаменту ащтапцентр-лайв с нами. Как это страя Ди Спирит? Ну, у меня хорошая, потому что сейчас очень много передач и интересных, разных. Например, сегодня, раз вы уж спросили, был эфир с нашим примаром, который в Румынию в командировку ездил и привез проект из Баташана, а скоро мы станем побратимами с Яссом. Это такое про, между прочим. Но в связи с этим, да, я немножко склепитаря. Но у меня другие новости. Елена, вы говорите, что это еле Норд Ньюз МД. Елена, вы говорите, что это еле Норд Ньюз МД. Это здесь, где мы с этим интервью. Да, Елена, есть и продуктоваря здесь. Елена, ты куда-то не узнаешь весь этот месяц? Ну, послушав ребят из Добши из Дуб, у меня так навеяло тыц-тыц, let's go, потому что у меня первые материалы, они как раз о том, как в резине пакуют чемоданы. И вы сегодня упоминали, что состояние у людей психологическое, психическое, разнообразное, мягко выражаясь. Так что я попрошу дать бету с дамой, которая делится своим состоянием из города резина. Яхай, сведем. Аша. Так как у меня мама больная, у нее загранпаспорта нет, потому что я смогла ее забрать себе, выехать ребенок тоже, школа, выехать куда. По идее, мы уже на этом должны были остановиться, а чуть раньше эта женщина говорила, что она честно признала, что она не успокаительна. И потом уже объяснила с чем это связано. И многие люди и на русском, и на румынском тоже делятся тем, что они боятся. Потому что вы помните материал этот про кабасну. То есть на русском она звучит как колбасна. И если полетят колбаски в кабасну, они боятся, что этот ореол, который вы показали на карте, затронет их. И поэтому стараются быть подальше от этого места на всякий пожарный. Елена, скажи мне, вот такие настроения, они больше вот именно в резине или они вообще в нескольких там местностях? Есть и в других местах. В целом по северу Молдовы народ сейчас стремительно делает документы, у кого нет загранпаспортов, обновляет, у кого заканчивается. И в связи с этим у нас очереди и очень много недовольных людей. Потому что даже если ты хочешь записаться, то, вот, примеру, я маме хочу продлить паспорт, мало ли, у него записи, мы пробовали еще в прошлый субот, это дело записались только на 13 мая. И так дальше. То есть людям приходится полторы недели, две ждать для того, чтобы только записаться online. И сейчас они отменили срочную подготовку документов. Да, я предполагаю, что они не справляются с наплывом, но люди подозревают уже другое. И вот СП опубликовал, например, сегодня такую новость, что люди уже задают вопросы. Правда ли, что мужчины не выпускают из Молдовы? И вот они спросили по гранслужбе, звонили действительно ли, потому что ходят слухи, что мужчины от 18 до 50 не выпускают из Молдовы за границу. Это проверки, конечно же. Да, но волнение есть. Такие вопросы задаются. Это говорит о том, что не спокойно на душе у людей. Но это всегда, когда паника... Информация asta не и веридика. Я получил и в приватный месаж и увидел, что авторитетили у них информировали эти звонки. Барбатые могут выйти из Молдовы, без проблем. Да, но когда кто-то... Знаете, это как снежный ком. Кто-то пускает... Вот там чемоданы, тут документы. Это какой-то заговор, что-то не так. Значит, этому есть причина. Впрочем, мы тоже иногда задаемся такими вопросами из серии, кому выгодны определенные явления. Но нужно действительно получать эту достоверную информацию. Если есть какие-то вопросы, есть же горячие линии. Уже на трех языках и Бюро миграции публикует информацию на румынском, русском, украинском. Можно позвонить и уточнить все эти нюансы. Не бойтесь, пожалуйста, дорогие сограждане, напрямую выяснять эти моменты. Потому что, вон у нас, как с переводами бывает, да? Да. Вместо разминирования понимают обмен, хотя вопрос о грамотности на всех языках. Мина и мена. Не есть разница. Да, везгоду панутата, что Влад Батрынча не минул спус проблема с Google Translate в Молдова. Вау, это цвачи-фачи гугл кукувинти украиняешь. Юштыри. Скажите, о переводах. Да. О переводах. Ребята перевели в Молдове. Ну, ребята. Антон Куку, переводчик, перевел пьесу Ивана Давыдова. Это русский драматург и писатель. И ее показали пока что в Малом зале Национального театра Василия Александрии. Но в июне можно будет уже походить. То есть вчера была премьера. В июне можно будет прийти. Я тоже хочу прийти, когда не будет передачи у меня. Я хочу посмотреть, послушать, потому что обещают, что было интересно. И рассказывают, что сам переводчик говорил, что было сложно переводить, потому что там много мата в таком ключе русского. То есть история о... Вы видели там пара. Рычилы и... Он заслуженный артист. Это сын другого Рычилы. Чаприяна Рычилы, артист Немирита Попорлу и Анарина Танаси. Она сейчас генеральный директор этого театра. Вот они вдвоем сыграли журналистку, которая из России приехала в Украину. И прорусски настроенного военного. И вот они каким-то образом оказались в подвале девятиэтажки, где вот все и происходит. Ну и как это часто бывает в сюжетах, а-ля мистер и миссис Смит, они сначала были настроены очень антипатично друг к другу, а потом решили, что... Мир труд мать. Что в рейс-спыке ера комплекат де традус мат перемату русэск. Ну это так переводчик свидетельствует, да. Эй, да. Я скривоз домну батрынчаку матрадуще. Но они даже название перевели, то есть в оригинале он назывался, ну вы знаете, русский корабль, иди туда. Да. Они перевели епа в разбою. Епа в разбою, да, да. Очень поэтично. Елена, я хочу тебе сказать, что если все в порядке, то мы сходим вместе в театр в июле. Я очень хочу... Это было кодуря за... Нет, в июне уже будет, но раз такое дело, попросим, что продлили. Если будет пользоваться спросом, кстати, для беженцев вход бесплатный, обещают. И к вопросу о беженцах, просто пока шел эфир, раз уж я оказалась в конце, моя коллега опубликовала новость, которую она сегодня сняла, о том, что у нас в Бельцах мать-героиня во всех смыслах из Одессы беженка родила девочку. И я прошу включить Бету, она расскажет, как так случилось и вообще сколько у них детей в семье, потому что это многодетная семья. Спасибо. Пять лет. И она все детство прожила в интернате. Когда я это узнала, я сказала, что в моей семье будет хоть один, но ребенок из интерната. Но у Бога свои планы. Мы сначала взяли одного, попросили потом еще одного взять. У нас было четыре мальчика, одна девочка. У меня дочка сказала, мама, хочу сестру. Они нам предложили одну семью, там шесть девочек и один мальчик. И так получилось у нас девять преминых детей. Уоу! Уоу! Ты хотела еще слышать? Я хочу слышать. Галина, скуза, еще это интересный, ты на реакция, когда ты граешься. Все эти городки не планировали, но войну не было. Они уничтожили в Республике МВА, где получили все необходимы. Но так получилось, потому что у нас много людей, службы не стоят в том, чтобы мы не уехали. Из-за того, что у нас рядом с кемболистрелы. Мы остановились в Белцах. Нам дом предоставил Бахистская церковь. Эта церковь была особенная для Hospitalу Клиник Белц, институте, которая уехала в Асистенте Медикалу для сотенде рефугиящих. Елена, я хорошо понимаю, они у них новые детей, и у них есть четверо своих, и еще приемные дети. В начале, там опять по-русски слушалась, но те, кто читали в субтитры, могли увидеть, что я вообще, я называю Антонина Орач, это маму героиню, и она вдохновилась тем, что ее мама была сиротой, и она выросла в интернате, и она решила для себя, вот вы уже дальше слышали, что она обязательно хотя бы одного ребенка возьмет. Ну и вот так сложилось, что Бельцы приютили всю семью. Я не знаю, что это было. Мы сейчас и диспутат субъектом, но надо сказать, что не оприм, не оприм, не оприм. Я не знаю, что это было. Субтитры создавал DimaTorzok, это так красиво и так минус, и спасибо за то, что только два стихи бани, что у нас сегодня выросли. Это больше, но я была очень очень рада. Субтитры сделал DimaTorzok